С 3 по 4 мая 2024 года в венгерском городе Кишкунхалш в Доме кружева проходил 22-й международный фестиваль кружева. В этом году почетными гостями фестиваля стали кружевницы из итальянского города Новидрате, регион Ломбарди, которые выполняют как клюшечное кружево Канту. Предполагают, что уже с конца XVII века в городе Канту и близлежащих существовало этакоклюшечное кружево. Сейчас в этом регионе находится достаточно много ассоциаций школ кружева Канту, и одна из них находится в городе Новидрате. В 1990 году по инициативе муниципалитета и 25 кружевниц была зарегистрирована Новидратская ассоциация по продвижению кружева, а спустя год ассоциация организовала школу кружева. Эта школа существует до сих пор, и ежегодно в ней проходит обучение более 100 человек. Традиционно используют нить белого или бежевого цвета. По составу это может быть льняная, хлопковая или даже шелковая нить. Чем тоньше нить, тем изысканнее получится кружево. Продолжение следует... На фестивале было представлено очень много разного кружева. Коклюшечная, игольная, вязаная крючком, плетеная челноком, вышивка по сетке и вышивка с игольным плетением. Разные виды, разные техники, разные материалы и разные регионы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Официальная часть началась с гимна гостей фестиваля, гимна Италии. Затем прозвучал гимн Венгрии А после этого мы насладились музыкальными произведениями этих стран Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее выступили посол Италии в Венгрии Мэр города Кишкун-Халыш Министр сельского хозяйства И председатель попечительского совета Общественного фонда «Халышская кружева» Грина Ктюнде давно сотрудничает с мастерской халышского кружева На открытии прошел показ ее коллекции под названием «Мода меняется, кружево и вечно» Изделие коллекции украшено не только халышским кружевом но и его узорами, напечатанными на ткани Последнее призвано привлечь молодое поколение Субтитры создавал DimaTorzok 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 На конкурс представлена 41 работа в совершенно разных техниках кружева Обязательные условия – цветочный узор Субтитры создавал DimaTorzok 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 В конце дня прошла церемония награждения победителей И я с удивлением и большой радостью узнала, что моя работа заняла первое место После этого этнограф и эксперт по кружеву Лила Эрдей выступила с лекцией кружева в одежде с середины XIX века до середины XX века Конечно невозможно не зайти в сам музей, он очень небольшой, но конечно здесь шедевры И это все игольное кружево выполнено только иглой Это первые образцы кружева по рисункам самого Арпада Деякани Здесь еще выполнено по шелковой нитью, цветной, сейчас конечно не выполняют ни цветной нитью, ни шелковой, только хлопок и только белая Арпада Деякани был страстным любителем народного творчества Всячески его поддерживал, а также был художником, учителем рисования Вообще личность очень интересная Большая салфетка, меня очень восхищает Она была на выставке признана самым красивым кружевом в 1937 году в Париже Мне очень нравится, что в музее подписано количество часов Это работа 4,5 тысячи рабочих часов И опять же повторю, здесь нету, абсолютно нет ни кусочка ткани Это все игольное кружево Абсолютно настоящее игольное кружево Не вышивка, которую многие называют игольным кружевом А настоящая игольная кружева Прекрасная, восхитительная, халожская игольная кружева Вот здесь, конечно, очень показательно Это не ткань Это плетение иглой Настолько в мастерске выполнено Что кажется, что это ткань 1700 рабочих часов Фестиваль совершился До встречи в следующем году Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok